Вечер, добрый, на связи я МК Паски, и сегодня мы продолжим с вами проходить игру ВКонсил, это у нас вторая часть, и сегодня мы с вами уже отправимся в самосовняк, я так полагаю, играть в Верков Англии, Пирс, да, ну да, останетесь на этом месте, давайте продолжим, просто прошло время, я как раз много думал об этой игре, много чего обдумал, эта игра начинает поражать меня еще больше, когда сейчас погружаться во все это. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Изумление в глазах считалось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но я не видела ее. Если только мама сказала мне, почему она пришла сюда. В любом случае, я должен взять эту ткань. Это может быть связано с ее взаимодействием. Слушайте, если она помогает, вы всегда можете дать мне. На экране будут отображены символы, которые подскажут, насколько вы были убедительны. Ну, давайте пробовать. Спасибо, мой сын. Я это в виду. Я бы хотела с ней справиться. Не принимай это лично. Вы же знаете, если твоя мама умерла? Нет? Знаете, что она здесь? Да, она уже здесь. Думаю, не важно просто эти письма. Думаю, что она умерла в церкви. И ее помощь не ценится. Я надеюсь, что ты следишь в ее взаимодействиях. Если бы она мне рассказала, где она была. Непонятно, наши взаимодействия всегда были... ...дискреди. И я бы хотела их оставить. Если твоя мама хочет поговорить с тобой о нас один день, я не помню, если она не хочет. Это очень commendable. Но, как мы работаем с днём на сегодняшний день, это, наверное, просто оверситет. Конечно. Ты говоришь, что работаешь вместе. Что ты делаешь, именно? Этикет. Мы занимаемся профессиональной темой, и мы не берем право об этом говорить. Мы собираем произведения искусства. Особенно про-кристиан объекты, которые были предоставлены уникальными свойствами. Продолжение следует... 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 Письмо пиаджи запечатанное Запечатанное письмо от пиаджи Для Сары де Рише Может стоит прочитать его у себя в комнате Ну раз оно запечатанное, печать лучше не вскрывать Хотя тут мы тоже подумаем Потом подумаем на этот счет Что у нас там Что-то нам дали Пиаджи где здесь, вот он, ничего неизвестно Карта, навыки Звание О, получили звание, выжатый лимон Ловкость плюс одну очку Здорово Потрать все очки действия во время выполнения задания Это мы сделали Черты Харизматичный самостоятельный А, солидный Манипулирование плюс одну очку Вы получили письмо от Джованни Пиаджи Хорошо, значит прокачка идет А вот насчет вскрывать его или нет Вот эту штуку нам надо выпить, наверное А их неинтересно Во время миссии можно пить или нет Причем тут такая система сохранения, что нельзя переиграть Ну как бы, переиграть, конечно, можно Но сохранку именно надо вытаскивать Но по мне это как-то несерьезно Лорд Мортимер Наверное, имеет вкус для стажирования Да, есть такое А что тут минус? Нельзя, типа, наверное, иметь в виду Давайте осмотримся А, Франциска Гоя Сатурн, пожирающая своих детей Картина Классическое произведение искусства Во многих играх она встречается Ларсу, Ферна, фигурирует шорохи Ну и в некоторых других тоже, наверное А, ну, Сатурн, пожирающий своего сына Гоя, автор Красивая картина Что тут у нас еще есть Тоже хорошая картина Ну да Символичная, я бы даже сказал Сейчас все изучим Нельзя Ну да Хорошая картина Игра поражает своим утражом Атмосферностью Да, атмосфера хорошая Я очень приятно, но удивлен Что игра выражена в старых добрых традициях Из новаций здесь только система Прокачек, но она удачно вписывается Она весьма консервативная В хорошем смысле этого слова Так что нарушения каких-то старых принципов я здесь не наблюдаю Это лишь только Завораживает Светлый Орибис Светлый Орибис Светлый Орибис Что такое трагическое дождь Ну да Есть такое Светлый Орибис Светлый Орибис Банка якорцев. Настойка якорцев повышает эмпатию. Некоторое время вы будете видеть, к чему ваш собеседник испытывает устойчивость и слабость. Можно сохранить не более пяти банок. Чтобы выбежать, нажмите три. Пока не будем тратить. Но собирать будем, конечно же. Тоже нельзя. Наверх пока не идем. Лучше осмотреться, изучить все. Да, здание очень атмосферное, мощное. Большое. Нет, нравится. Живые грехи и романцы. Плютарк. Биография больших мужчин. Подбежать глазами. Сложность и эрудиция недоступна. Взять книгу. Никто не против? Ну, просто взяли. Плютарк. 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 Десят-одиннадцатый век. На сборнике биографии удающихся мужей, где подробно сказано об их жизни великих деяниях. Убеждение плюс одно очко навыка. Здорово. Десят-одиннадцатый век. 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 Это правильный место, чтобы создать соединение. Что вы говорили, если вы простите мое удовольствие? Верите мне, она не так специальна. Его эминенция просила мне мнение о стиле главного двора. Я должен предъявить, что этот дом не потеряет панажа. Это просто панажа. Ох, птица. Никакой грязи, ни шоколадки, неизвестные секреты, или даже деньги. Но вы увидите, что это придет. Вместо того, что хорошего желания в мире, вы не сможете остановить людей, схватывая вверх и вверх и вверх и вверх и вверх. Ну, мои друзья, вы знаете ли вы, почему мы здесь? Нет. Как мне, я пригласил Сэр Хорн, один близкий парень от Lord Mortimer. Но я не знаю, почему. Видите, Луи, когда Lord Mortimer организует рецепцию, он всегда найдет момент, чтобы общаться с всеми гостями. Вместо того, когда мы оцениваем мир. Акопанированными галлантами и кассировками. Я оставлю вам результаты. Так что, если я правильно понимаю, месье Дерриши, вы пришли сюда, чтобы присоединить вашей маме. Для чего именно причины? Конечно, она пропала, придумать причину. Ну, будем честными, зачем обмануть? Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Ах... Я взял первую воду, и вот я сейчас. Я очень извиняюсь. Не будь, сэр, это не ваша culpa. Серьезно, но... Я знаю ваша мама хорошо. Останьте за мной позже, и мы будем говорить о ней. Масон и род. Добрый господин! Вашингтон носит иммун велосипедового мастера Золотой орден. Это высокая разница в Соединенных Штатах. Он справляется с моей мамой. Он должен знать его, когда это относится к искусству. Добрый вечер, мои друзья! Боже мой! Это человек для моей визжи. Учительный визжет нашим господином, Lord Mortimer. Он не может быть виноват в этой вечере, и он отправит его глубокую извинения. Он меня тут просил, и он даже не поднимался? Грой начальник! Ты знаешь этого человека? Сэр Грегори Холм, английский аристократ. Очень влияние. Он также близко к Lord Mortimer. Он не может быть виноватом. Он не может быть виноватом. И теперь, мои дорогие господином, альтернатива в небольшом салоне. Для тех, кто хочет, вы пригласите меня в следующей комнате. Мой дорогой, вы должны учитывать мои думы. Я следую. Мы должны быть виноватом, чтобы не делать слишком много. Один из Лорд Мортимера господином будет расслабляться. О, мы должны быть виноватом. Не ошибся, Сэр Гон, но я уже ехал. Таким образом, я счастлива, чтобы остаться в огне. Если вы не понимаете, Грегори, я бы хотел оставить мистер Уашингтона в компании. Пожалуйста, чувствуйте в доме. И вы, сэр? Если я останусь с Уашингтоном, мы сможем поговорить о моей маме. Но, по-другому, я бы хотел узнать больше об этом доме. Я видел его в моей визионе. М-м-м. М-м. 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 Я не знал. Извините, что ты ждал, но я не хотела говорить перед другим. Ты хорошо сделал. Секретность и дискресие — это пилары нашей организации. Если я могу помогать в любом случае, пожалуйста, не забудьте спросить, мой парень. И если у вас есть другие вопросы, сейчас будет время. И ты, Эмили? Что ты думаешь о моей маме? Я только знаю ее через Ордер. Один раз, когда мы встретились, мы только разговаривали несколько слов в коридоре парламента. И это был разговаривающий или впоследствовавший? Я не уверена, если я понимаю. Есть ли причина, чтобы ей быть вовремя с тобой? Среди других ситуаций, я бы сломать твою мать даже за спросить. Но я добавляю твоя потеряность. Знаю, что твоя мама мне любит работать. Ее репутация полностью удовлетворена. М. Вашингтон будет рассказать вам больше. М. Вашингтон. Вы очень знакомы с моей мамой. Где ты сначала встретилась? Я встретил Сара во время войны на территории Америки. Вашингтон. 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 Да, мы заместим. Продолжение следует. Но это очень поздно, и вы должны быть употреблены. Товарищи вас посетят в ваших комнатах. Девочки, господи, я вам пожелаю вам доброго вечера. М. Президент, Вовремя, дочесса, у вас есть же комнаты как обычно. Вы, М. Дерichet, найдете ваша комната в конце корридор. Ну, мои друзья, я болезненько. Я уйду к моему деду. До свидания. Доброе утро, сыр. Я делаю так же. Луи, я увидела тебя в вечер. Доброе утро. Доброе утро. До свидания. О, мне. Это было довольно день. Доброе утро. Доброе утро. Где моя комната? Так, во-первых, посмотрим, что нам надавали. Предметы. Вроде ничего не поменялось. Там что-то много чего было. Журнал. Так. Адамс Элизабет. Неизвестно. Элизабет Адамс, дочь Джона Адамса, вице-президента США. Родители отказались от Элизабет, обьив ее мертворожденной. Девочка, которую воспитывали вдали от мира, выросла хрупкой и болезненной. С раннего детства Элизабет страдала от биполярного расстройства и приступа паники. Ей приходилось хранить столько страшных тайн, что это сказалось на ее рассудке. Девушку лечили множество докторов, но ничто не помогало. Элизабет постепенно сходил с ума. Наконец, Джон Адамс обратился к своим друзьям, сэру Грегори Холму и лорду Уильяму Мортимеру. Надеюсь, что на острове ей смогут помочь. Элизабет прибыла в особнях сравнительно недавно. Честно говоря, что-то странное. Шрам тут еще такой веселенький. Мортимер Уильям. Это у нас неизвестно. Дориши. Ничего нового. Холм Грегори. Блин, вообще у него лицо. Первый раз, когда увидел, вообще подумал, что это какая-то женщина старая. Оказывается, это не так. Ну, может быть, перестарались лицом как-то слишком уж непонятно. Но, тем не менее, такую вот, я бы сказал, интригующую злость отражает. Холм Грегори. Неизвестно. Сэр Грегори Холм, барон Ноттингем, влиятельный британский аристократ. Сэр Грегори защищает интересы британской короны, распространяя влияние Соединенного Королевства по всему миру и помогая уменьшить государственный долг. При его участии были приняты важнейшие экономические решения. От основания успешной постинской кампании до размещения испанских торговых постов в Америке. Барон оказывает большую поддержку рабочему классу, открывая школы для бедных детей, которые, по его мнению, должны привести страну к новой промышленной революции. Сэр Грегори Холм никогда не упускает возможность познакомиться с новыми людьми на собраниях своего друга, лорда Уильяма Мортимера. Значит, это до нас дойдет. Так, вернее, тут еще нового. Это мы. Тоже еще нового. О, Вашингтон. Джош Вашингтон. Неизвестно. Джош Вашингтон. Основатель и первый президент Соединенных Штатов Америки. Жизнь Вашингтона полна военных и политических успехов. Много лет назад Сара де Рише познакомила его с верхушкой Золотого Ордена, влиятельного тайного общества Франции. Немногим позднее Вашингтон возглавил Золотой Орден в Америке. Устав от политики, он хотел уйти на покой и встретить старость в своем поместье в Вирджинии. Но лорд Мортимер говорил его баллотироваться на второй срок. Вашингтон принял участие в выборах и вновь занял пост президента США. Получая приглашение от лорда Мортимера, Вашингтон обычно прибывает на собрание инкогнито. На самом деле, несколько параллелей проведу, исторических, чтобы не было у кого-то кашевого голова, кто не знаком так тщательно с историей. У него там подвеска была, блин, Золотой Орден, реально косит под масонов, потому что там наугольник присутствует, а два символа масонства — это циркуль и наугольник, вы знаете. А между ними часто изображают букву G, которая может обозначать как геометрию по одной из версий, геометрия, как благороднейший из искусств. Кстати говоря, второй градус как раз подмастерья этому и учит. Изучать семь свободных искусств, в том числе и геометрию, как самую важную. И как раз таки букву G — ГОТ. И глаз тоже часто изображается в масонских символах. Лучезарная Дельта — спорный вопрос, является или нет, скорее даже не является. А вот глаз часто используется как всевидящий ОКО. И там вот тут, как видите, в ней заключено вместо буквы G. Именно вот это ОК, всевидящий, ну признак ВОКО, так называем тоже, как говорим, G-ГОТ. Всевидящий ОКО здесь не так принципиально. Как бы символ-то один и тот же по разным интерпретациям. Ну опять же, несколько из состыковых. Золотой Орден здесь основан во Франции. А масонство появилось в Великобритании в 1817 году, когда несколько ложь обесновали Объединенную Великую Ложу Англии. Или по-другому ВЛА. До сих пор не действующая масонская организация Великой Ложи. Объединенная Великая Ложа Англии. Вот с нее все это пошло по другим уже сторонам. То есть принцип регулярности масонства. Но, тем не менее, да, Джош Вашингтон был масоном, это никто не скрывает. В любую масонскую ложу в Штатах, если вы зайдете, будь то северная юрисдикция, будь то южная, вы заметите, что портрет Джоша Вашингтона везде висит. Он был Великим Мастером в свое время. Великий Мастер это тот, кто позволяет Ложу Великую. Так что тоже такой довольно интересный момент здесь присутствует. Так что, ну сразу хочу оговориться, что масонство не имеет никакого отношения к интригам, к заговорам и прочему, как тут здесь явно это прослеживается. Ну просто я буду делать исторические отсылки все-таки. А мне так играть в такие вот игры интереснее, когда есть переплетание с реальной историей. Это усиливает погружение одновременно в игру и позволяет сделать для себя лично важные выводы. Чтобы случайно что-то там неправильно не узнать или наоборот, чтобы более детально улыбить свои познания. Пока у нас ничего нет. Звания. Звания пока нет. Вот черты мы получили. Солидные. Вы получили письмо от Живани Пи. А, ну это было. Мне будет плюс 1 очко. Любознательно. Культизм плюс 1 очко. Вы спросили в Вашингтона о книге с найденной на причале. Могли не получить 1 очко. Ладно, хорошо. Ну давайте тут. Что-то на табличке. Душесса Эмилии Хиллсборо. Ага, это ее комната. Не знаю, насколько сейчас будет уместно тут шататься, но я бы не прочь бы осмотреться. Так, там что-то есть. Монетка. Эй, русский рубль. Я не знаю, что это стоит сегодня. Потом спустимся, значит. Так, налево это не наш. Мы можем сказать, что заблудились. Просто хочу осмотреться. Очень интересно. Каждую картину комментировать он не будет. Монопарт. Это Неполеон Бонопарт. Монопарт. Даже Бонапарт здесь. Представляете, в 1996. А, ну как раз, скоро будет все. Да-да-да. Это Жак Перу. Жак Перу. Это, конечно, все закрыто. Даже проверять не буду, наверное. Это лучше проверять. Тут что-то есть. Ничего. Ого. Так, тут у нас флакон золотого эликсира. Золотой эликсир снимает все действующие отрицательные эффекты. Можно хранить не более пяти флаконов. Чтобы выпить, нажмите два. Угу. Хорошо. Сто вторая энциклопедия. Сто вторая энциклопедия. Сто вторая энциклопедия. Энциклопедия. Дэнни Дидро и Жан Лерон де Аламбер. 1851-1972. Полторы сотни ученых и философов внесли вклад в создание первого сборника научных сведений. Наука плюс одно очко наука, языкознание плюс одно очко наука, эрудиция плюс одно очко наука. Нельзя выбрать. Соберите все страницы на скрипте, чтобы рассчитать его. А, ну там только одна из трех страниц. Надо еще, значит, искать. Слушайте, вот этот вот момент исследования, погружения, мне очень нравится. Тут что-то провелькнуло или мне показалось? Эта игра мне просто начинает нравиться. Я в восторге. Когда была премия Steam... Правила хорошего тона. Получили предмет правил цивилизованного достойного поведения. Леонард Перин, 1617. Трактат о хороших манерах. Предназначен для иезуитского колледжа в La Fresh. Этикет плюс один. Ну, слушайте, даже вот интересные исторические отсылки. Я эти книги многие знаю. Если что-то будет не то тоже можно даже для себя отметить, прочитать. Это тоже приятно очень. На самом деле. Я, когда была премия Steam 2018, игра года, я за эту игру проголосовал, знаете, и... Я тогда еще долго думал, потому что я об этой игре очень много информации читал и изучал, но сам не играл. То есть, как бы анализировал. И я пришел к выводу, что это лучшая игра 2018 года, которая вышла. А вот сейчас, когда в нее играешь, знаете, я убеждаюсь, что это высокое звание ей действительно заслужено. Что она нисколько не превышена. Пока только чисто положительных мнений. Ни в какое мы тут, можно сказать, такое либо за непреклонение не падаем, но игра действительно достойна. Вот. Просто приятно, что вы видите вот современного, современной графики. Старый добрый приключенческий квест с элементами мистичности даже, можно сказать. И с элементами... Еще один. Якорцы. И с элементами... Даже таких вот политических интриг. Склок. Музыка, атмосфера, все здесь вполне достойное. Безусловно, эта игра... Эту игру будет приятно вспоминать даже спустя некоторое время, когда ее пройдешь. Или проходить. Ну, действительно, объективно, очень высокое мнение о ней. Подобного сейчас я и не встречал просто аналогов. А я, поверьте, переграл очень много игр. Так... Тут ничего не вижу. Там вверх, путь наверх, на эту половину не пустят. Нельзя. Значит, не пойти у вас нельзя. Тут ничего нет. Сюда дальше, погнали. Тут что у нас? Даже таплички нет. Угу, тут что-нибудь. Угу, тут что-нибудь. Вильнар. Пруссия, однако. Да, исторический персонаж тут много. И не только их. И иллюзии на них. Угу, монетка. Кольцовная монета. Даже не прокомментирую, что за монета. Вот мы их собираем. Это что-то дает, мне интересно, или так? Чисто для коллекционирования. Ачивку дадут потом. Кстати, почему-то ачивки здесь не усвечиваются. Я посмотрел, там ачивки нам падают. Здесь нельзя, конечно же. Да, такой старый добрый классический квест. Я бы так характеризовал эту игру. Со своими особыми механиками, которые нисколько не ущемляют этот жанр. О, показалось. Что-то было, по-моему, нет? Это меня глючит. Может, у меня глючит. Тень какая-нибудь была, наверное. Похожа на точку. Еще одна монетка. Книжку нельзя взять. Точно нельзя? Точно-точно. Кто монетами тут царит? Мне просто интересно. На самом деле, это элемент коллекционирования. Но, тем не менее. Тоже не наша. Красиво-красиво. Постарались хорошо. А эта тень такая была. Опа. Какой мы находили. Не, я думал тут уникальные названия для каждой. Это просто вот харбутом и таларховыми находили. Ладно, вроде всё. Тут шерстали. Идем дальше. Потом они длить, наверное, или что-то пригодятся. Там, может быть, какой-нибудь навык, звание, точнее, с планетами. Детельность плюс 1 это хорошо Опытный дипломат Потихонечку да Что там написано? Ничего не написано, просто коллекция Наверное чисто для коллекционирования Ну а тоже почему бы и нет Детельность Георгий Вашингтон Георгий Вашингтон Я так полагаю это по кругу все Да, от этих конечно мы не можем В его покое Больше тут ничего не наблюдаю Даже нельзя взаимодействовать Мед Уже максимум меда Скоро больше меда нет Опа Еще одна монетка Наверное какая-нибудь ачивка за их сбор есть Скорее всего Вот кто Пьяджи Пьяджи Опа Нафига ее запрятали Что сюда тоже надо в окна заходить Я может быть потом Как-нибудь не на запись Полазью Проверю Все ли мы тут обшерстали А тут же сохранение А это скорее всего кто? А это я Сейчас пока заходить не будем Еще не все обшерстили Поэтому коридор там не проходили Я так полагаю У нас потом будет возможность Свободно по собняку походить Но это не точно Слово совсем Как раз можем изучить Кто тут будет из гостей А все Кругаля мы дали Ну все Все мы проверили Вот меня только окно смути А это Меня только окно смутило там Ну давайте быстренько Кругаля Сбегаем Просто лучше перестраховаться Чем не достраховаться Если ты из такой позиции сходил То есть если мы пробежимся Две ситуации Одна ситуация Мы пробежались Ничего не нашли Потеряли время Другая ситуация Мы Не пробежались Но что-то пропустили Согласитесь Что будет обиднее Очевидно Так что Кругаля сделаем Потом я думаю Мы еще набегаться успеем Просто Я взял эту игру Это новая игра В которую раньше не играла Мне хочется Я вообще такой Человек сам по себе Перфекционист Максималист То есть если я за что-то берусь Я хочу сделать это Максимально качественно Максимально идеально Чтобы от этого была Наибольшая отдача И наибольшая результативность Поэтому хочется пройти эту игру Собрав тут все эти монетки Поговорив там Со всем писажем Сделал все что только можно Идя все что только можно Качаю все что только можно Это да Это и мне достает удовольствие Я думаю Это и вам Достает тоже особое удовольствие Увидеть все максимально Потому что я думаю Так вот Ну не дотошно В чем-то да Дотошно может быть Вот так вот Слово вылетело Как называют Человек Который обращает Невая на все мелочи Опа 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 Вот о чем я говорил А это еще и монетка Ладно бы там было срез Видите Эта теория себя оправдывает Да лучше перепроверить Чем не это проверить А то мы бы ее Мы бы ее пропустили Согласись Обидно было бы Если в автоматную планетку Не дошли И все Так что Пока нас игра не торопит Лучше не спешить Каждый закуток Тщательно проверять Чем-то И вот я не знаю Почему мне такая сейчас Ассоциация вспомнилась Наверное по виду Атмосферам Вспомнилась игра Rule of Rose На Sonic 2 Правила Rose Дословно Эта игра у нас Обязательно будет на канале Но мне надо возиться Будет с эмулятором Sonic 2 Потому что Я могу только так ее запустить Сонки 2 В физическом виде Я сейчас Нет Ну дампы Все это у меня с хреном Ну под рукой В смысле Нет возможности Это провернуть Ладно Вроде бы все Осмотрели Погнали в свою комнату Дальше Или я на очередной Заход пошел По-моему Я пробежался В комнате Нет? Я что-то заблудился Это Жак Перю? Перю Нет, дальше Полома Да, это правое крыло Вроде бы Мы пришли же от седа Да? Здесь Хиллсборо Значит мы здесь Где-то будем Дальше Погрась Ну да, выглядит Красиво Это мы Это я Правильно Так что я могу сделать с этой письмой? Это может быть о моей маме С появлении Но если я открылся Я буду тренировать Пиаги's trust Что я могу сделать? Теперь письмо Из-за тебя в печать Ааа Не прокатит Вопрос конечно хороший Но давайте рассуждать так Письмо предназначено матери Значит по идее Тут сразу заставится Значит скорее всего Ну мы не знаем Насколько у них отношения Между ее сыном и матери Я про то, что вряд ли она ее тут сдаст Давайте наверное лучше не будем открывать печать Все таки он сказал о чем это Подставляться там не надо Потому что если мы Человек в один раз так спалимся То он нам уже больше ничего не доверит Так что Мы как люди высокого понятия А чести Алисократично Не будем это делать Как настоящий Я не могу дать открыть Но я даю мне слово Пиаги Так что Не так страшно Я ждала до того, чтобы я передать к маме Вау Красивая комната Мурнер верно не делает Дальше Да, картина хорошая И все с Христосом Да Сцены Слушайте Я уже хочу еще одну порцию картин снять Но это классика Некоторые картины встречались по-любому В Лайерс оф Фер А, что? Показалось Показалось Лайерс оф Фер Так что Там есть Достать Ловкость нужно отойти Ну ловкость прокачаем Попробуем достать Мы запомним, что у нас там что-то лежит Выйти туда Может, сейчас пока уходить не будем Инферно Донте Объяснился Все, кто встал Здесь Красивые лекции Мордермерис дает К его гостям Очень здорово Намекает им Как над себя вести Хорошая идея Донте и Легерии Хотя бы Божественную комедию Вспомните, да? С Кругами Ады и прочим Которые потом Чуть ли никак Официальную доктрину приняли Тянь Тянь Если я помню правильно Это называется Каш Интересно Склянка Кармелитской воды Кармелитская вода Позволяет сосредоточиться На расходах Тяжки действия На применение Следующего навыка Можно хранить Не более 5 склянок Хорошо Для коллекции Ну да Красивая Президент искусства Знаете Даже Ты как-то Любуешься Зачаровываешься В этим Погружаешься В такую атмосферу Хотел бы В таком особняке Жить Но Капиталы К сожалению Не те И эпоха Уже К сожалению Тоже не совсем Тяжело быть Последним Консерватором Ютуба В игровой сфере Да и не только Ну да На самом деле История многих картин Раскрывается Когда ты знаешь Все подробности Опять Наверное Бальная тема Того чувака Сент-Францис В Ассиси В экстаси Прежде Супериевых Войсов Это всегда Музыка Видео Как Арт Существует Для пропаганды Согласен С тобой Конверсия Сент-Пау Как Караваджио Это Интересно Не выглядит Как копия Но Я уверен Что Организация В Рома Не забывай Насколько Влиятельная Эта организация Так что Может быть Подлинных Рейнстуд Взломать Не прокатит Пока Ай Вообще Уже нам Взлом И ловкость Так Открывать Там Это 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 Сама Шкатулка Это Выход Тудэй А Ну это Мы читали Пойдем На улицу Уйдем Подышим Свежим Волтхом Не опасно Так Нигде Держать Я Не молчу Про то Что Не могут Улететь Блин Вообще Вид Хороший Тут Нет Вид От Первого Лица Наверное Нет А Будет Здорово Только Подождите Я не понял У нас Это Как Уровень Первый А Уровень Ноль А Это У нас Уже Есть Первый Уровень Уровень Во-первых Открыть Варианта Действий А Это И так У нас У первого Уровня Правильно Понимаю Да Значит Нам лучше Это Качать Чтоб Было Разнообразие Но это Не точно Ладно А очки Уже Нельзя Перераспределять Да Наверное Нет Ладно Заберемся Нет места Для Пусть Остается Потом Заберем Спеем А Тут Нужна Какая-нибудь Подзорная Труб Красиво Красиво Атмосферненько Правда Какая-то Слишком Она Зеленая Ну Может Особенно Свету Мест Может Может А это Уже Чужие Папы Будут Так Ведь Ну Наверное Да Бутылочка Монетка Нельзя Ну Музематика А Это Это У нас Несколько А Туда Выйти Нельзя Ладно Странная Логика Не Стоп 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 Нет Ну Братюнь Ну ты Че Ну Ладно Утро Это Можно Да Смотреть Я думаю Я думал Вход В другие Номера Попробовать Ну Блин Успех Передать Дальше Познакомился с мистером Вашингтоном Могли бы не познакомиться Я остался в степюле Побеседовал с мистером Вашингтоном Точно стяжение Я нашел странную книгу на причале Есть такое И я задавал вопрос Касающийся матушки Неудачи нет Развилки Я мог пойти за сыром Грегори В малую гостиную Грегори в малую Пробел пропустили У меня могла состояться Нежная встреча Теперь значит спрашивать Где и с кем Ну к неудаче В это не отнесено Так что наверное Это не проблема Уровень первый Достигнутые черты Открытые Открытые Почти третью левилу Чуть-чуть не дотянули Достигнутые цели 1550 Открытые черты 1180 Открытые черты Персонажи 200 Знакомство Персонажей 120 Использованные слабые Сто Найдено Принет 1300 А Ну Монета Опыт Буду давать Значит Хотя бы Так Четыре очка Науков У нас есть Да Наука Ну давайте Докачаем Наверное Оккультизм Пользуйся Знаниями Филологии Оккультизма Религиозных Символов Древних языков Тайных Обществ Чтобы мы Смотрели Открытые действия Два очка Сюда Вложим И Ловкость Докачаем Выполняйте Действия Требующие Физической Подготовки Все Вот так Подтратим Очки Потом Остальное Докачаем Подтвердить Выбор Выбор Манускрипт Сейчас Вы можете Выбрать Какой Манускрипт Будет Читать Ваш Персонаж После Выполнения Задания Прочтенный Манускрипт Принесет Вам Дополнительные Очки Навыков Вы Всегда Именно Походу Что Читать Будем Этикет Уклонение Убеждение Наука Ну давайте Наверное Науку Будем Читать Может Только Один Читать Навыки Звания О Трезвень Дали Этикет Плюс Одну Очку Выполнить Задание Не принимая Стимулирующих Веществ 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 Оттого Да Веществ Хорошо Надо сказать До начала До конца Части По моему Расчетам Осталось Дать Минут Семь Может Будь Я закончу Предварительно Давайте Полчное Звание Трезвенник Трезвенник Не волчай Не волчай Грегори Не волчай Не волчай Не волнуйтесь, я знаю моего пути. А, добрый вечер, господи. Продолжение следует... Это никогда слишком поздно. И у нас есть много времени. Единственное движение? Не волнуйтесь, наши игры всегда закончат вот так. Или всегда начнут вот так. Пойдем, пойдем, мой друг. Ммм, интересно. Интрига, интрига. Открыто написано, что принял Бонапарт. Поехали. Поехали. Поехали к вам, мистер президент. Спасибо. И к вам тоже, сэр. Поехали к вам. Вдох. Поехали к вам, мистер президента. Я пришел. Друзья, господи, извините меня, но я не могу присоединиться с вами, но я уверен, что мы делаем все, что мы можем, чтобы решить ситуацию, который нас интересует. Друзья, господи, извините, вы найдете ключ, который позволит вас отрабатывать личные эффекты, которые вашей маме оставили. Твой вероятно, лорд Вильям Мортема. Узнали много нового, проникли в совняк, побеседовали с его жильцами, получили письмо, потом собирали монеток, прокачали персонажа. В общем, потихонечку осваиваемся, изучаем, проходим. Я думаю, что это прохождение успешное пока что идет, просто вроде ничего не пропускаем. Я надеюсь, что мы ничего не пропускаем, потому что тут не узнаешь, наверное, никого не стал бы обходить, я бы монетку эту точно пропустил бы. Так что, пока комментировать сюжет, наверное, в конце части я, наверное, не так сильно буду, потому что и так все понятно. А если будут какие-то комментарии, то я буду делать уже, наверное, во время этого. Узнаете, довольно интригует. Видение, значит, у него все-таки настоящее. Мать его без руки убивает ту девушку. Женщину, конечно, правильно. Интересно, интересно. Ладно, давай по всем узнаем, когда придет свое время. На связи был М. Кабарский, мы заканчиваемся. Спасибо за внимание. Будете с вами встречать, я уже с вами старого доброго в Коскотином канале. Всем пока.